всем привет с вами арт бутика лизарин и я виктория сегодня я расскажу вам о том что вам потребуется для того чтобы начать делать декупаж все основные материалы и инструменты как с них выбрать как с ними работать но более подробно о них я буду рассказывать во всех последующих выпусках первое что мы должны решить для себя то что именно мы будем декорировать от того какая то будет поверхность будет зависеть подбор материалов а также то с чего мы начинаем подготавливаем поверхности или она уже готова например если у нас вот такой вот холстик он уже прогрунтованный нам ничего не требуется делать готов для работы ничем не обрабатываем если у нас вот что-то вот такого плана деревянные очень часто деревянные шкатулочки либо какие-то вот такие медальончики декорируются для того чтобы хорошо потом ложился декупаж для того чтобы хорошо ложилась краска желательно все-таки начать с того чтобы прогрунтовать эту поверхность у нас в арт бутике лизаре различные грунты представлены главное что вы должны для себя помнить что грунтовки должны быть обязательно водно-акриловой основе это значит что они будут нежирные быстро сохнущие на них очень хорошо будут ложиться последствия краски а также клея для декупажа следующее что мы решаем для себя это что мы делаем просто окрашиваем или просто оклеиваем чаще всего мы комбинируем эти две вещи для работы при декупаже мы используем акриловые краски их есть большое количество самое популярное основное окрашивание тюбики среднего размера например вот такие это 75 миллилитров объем такой вот объем 60 миллилитров если нужно окрасить что-то большое могу предложить вот такой вариант красок это эти же краски но в большом объеме здесь 400 миллилитров очень удобно работать с удобной крышкой широкой переливать и так далее кроме того краски акриловые могут быть в тюбиках вот таких классических это художественные краски но вам не обязательно работать художественными красками это могут быть декоративные которые перед показывала перед этим для декупажа это несущественно главное чтобы вас устроил устроил цвет и объем этой краски кроме того сейчас у нас в арботике лизарин подай появились вот такие краски это далеко не вся цветовая гамма есть классические цвета есть матовые бледненькие винтажные вот новинка на рынке украины очень красивые такие просто бесподобные оттенки очень хороши для декорирования краски вы можете приобрести как поштучно так и в наборах наборах есть очень большое количество в принципе выбираете то что вам именно нравится независимости от того какого это качество для декупажа подходит все варианты даже если это краски которые будут считаться ну полу детскими или хобби вариантом следующее что вам понадобится это непосредственно выбор клея который используется для декупажа их тоже может быть достаточно большое количество отдельно я буду рассказывать в отдельном выпуске о том какие они бывают здесь например фирмы кролю который вся серия представлена я просто покажу что они бывают именно клея клея для трансферного переноса трансферный перенос вот такой вот например у нас изображение сделано при помощи трансфера и клей лаки зависимости от того какой состав вы выбрали у вас будет разный подход потом к финишному в финишной обработке изделия а именно если вы новичок мы рекомендуем начинать с клеев которые именно клея они боятся воды обязательно требуют закрепление лака впоследствии но если у вас что-то не получилось вы можете еще его отмочить кроме того он очень плавно скользит и немножечко медленнее сохнет чем клей лак за счет этого у вас немножко больше времени на приклеивание остается для новичка это ну может в принципе сыграть роль либо если вы берете вот такой вариант это клей лак тоже у нас представлены различные варианты их в данном случае фирмы кроль немецкий почему клей лак потому что он идет для приклеивания но он уже как акриловой краской как лаки не боится воды после высыхания соответственно вы можете его же использовать как лак после того как у вас работа высохла еще дополнительно им скрыть такая основная разница выбираете вы именно лак или этот состав клей лак для декупажа главным образом большое отличие будет в том что специфические лаки они более стойкие более твердые лучше защищают работу непосредственно от какого-то исцарапывания и так далее то есть если вы к примеру делаете что-то такое что у вас не будет постоянно находиться в руках к примеру декоративное панно или вот такой вот вечный календарь который у вас не будет все время находиться в руках а будет стоять на стоечке либо это декоративное панно например вот такое которое сделанное на холсте картина которую вы не трогаете все время можете спокойно использовать этот состав но если это шкатулка все-таки шкатулка ли вот купюрница Которая будет постоянно открываться, закрываться и так далее Лучше ее вскрыть все-таки лаками Которые будут более стойкие именно на исцарапывание, на физическое воздействие Кроме того, лаки могут быть на водной основе и на основе растворителя На основе растворителя более стойкие, совсем их очень тяжело поцарапать На водной основе немножечко проще это сделать Но они не пахнут, очень быстро сохнут, аналог акриловых красок Лаки, которые идут на основе растворителя, все-таки требуют более длительной сушки И все инструменты, кисти в частности, вы моете при помощи растворителей Лаки финишные можно приобрести позже Начать с вот этого основного набора, который перед этим я рассказывал Следующий момент это кисточки, которыми будет происходить непосредственно приклеивание вашей работы Кисти могут быть разные Они могут быть в наборах, либо поштучно Что мы рекомендуем? Мы рекомендуем, сразу покажу вот такую кисть, которую мы не рекомендуем Это веерная кисть Очень часто можете встретить в различных роликах милых декупажниц, которые рекомендуют приклеивать салфеточку вот этой кисточкой На самом деле она очень мягкая, она не дает достаточного прижима Максимум для чего она годится, это нанести водичку на салфеточку при приклеивании через файл Слишком мягкая, когда вы придете в живой магазин, можете пощупать, насколько разница между этими кистями по прижиму Я думаю, даже так видно, что эта кисточка не даст достаточно прижима У вас картинка не приклеится, а будет просто промазана сверху клеем Мы рекомендуем использовать кисти широкие, плоские, синтетические В данном случае разница между синтетической и натуральной кистью будет очевидна Синтетика дешевле, и поскольку она просто хорошо очень подходит Нечего тратить деньги на более дорогую кисточку Эти варианты вам очень хорошо подойдут Могут быть скошенные, просто плоские кисти Они могут быть очень разного размера Но для приклеивания, для окрашивания, для лакировки Естественно, лучше брать кисти большего размера Например, вот такой, это номер 24 Это классическая нумерация Здесь ширина ворса в миллиметрах Здесь 2 см, 4 мм Это очень удобная кисть Поскольку все материалы будут достаточно быстро сохнуть Чтобы у вас не получилось, что один кусочек уже подсох А вы продолжаете на него что-то наносить Лучше работать широкой кистью Хотя и более маленькие, тоже так же удобно с собой иметь Поскольку этими кистями вы сможете куда-то залезть в уголок более аккуратно Или окрасить какой-то маленький участок Кроме того, вы также можете приобрести их в наборах Например, вот такие вот наборы Это одни из самых популярных именно для декупажа Почему? Поскольку у них есть и широкая кисть И более узкая кисть А также круглая для проработки мелких деталей То же самое касается вот таких вот наборов Это, в общем, экономный, достаточно бюджетный вариант Неплохих по качеству кистей Которые очень удачно сочетают в себе все необходимые моменты для работы с декупажем После того, как вы уже решили, что именно вы будете декорировать Все выбрали, материалы есть Приступайте к выбору картинки Хотя часто мы начинаем именно с выбора картинки Расскажу, что может быть Декупаж вообще могут переводить как салфеточная техника Для этого будет использоваться картиночка такая салфеточная Вот это, например, ей сделано Либо все то же самое панно Но, по сути, переводить как салфеточная техника не совсем правильно Поскольку правильно это будет от французского декупе вырезать Приклеивание любой бумажной картинки Это уже будет декупаж Мы используем не только салфетки Здесь, к примеру, использована при помощи трансфера декупажная карта Здесь декупажная карта И здесь декупажная карта То есть вы видите, что разница достаточно может быть большая А может и не быть совсем видно Что же такое декупажная карта? Она может быть на рисовой бумаге И вот такая вот классическая на более плотной бумаге Вот такая карта в арт-бутике Ализарин Представлена в различных видах Их около 2500 вариантов Обязательно сможете найти себе именно то, что вам хочется Кроме того, это может быть рисовая бумага Чистая Либо декупажная с картинкой Рисовая Чем она отличается от такой? Она очень тонкая Кроме того, она имеет вот такую специфическую прожилочку Это ее особенность Очень красиво она смотрится на стекле Но, к сожалению, из-за ее дороговизны Она стала пропадать с рынка Украины Но еще кое-что можете вы найти Вот это, например, сделано ею Видно такую прожилочку Тут, кстати, пример, как не надо делать Здесь приклеено не при помощи декупажного клея А при помощи ПВА Пожелтело, как вы видите, пятнами Эта работа пошла Очень жалко, очень милая была шкатулочка Когда-то Я вам сразу говорила о том, что стоит использовать специальные клея И сейчас немножко покажу Что такое все-таки разница салфетка Или это декупажная карта Основная разница в том, что салфетка Это очень тонкий состав Вы непосредственно работаете с салфеткой Которую вы расслоили Сняли два ненужных слоя И работаете с вот этим Очень тоненьким, очень прозрачным слоем За счет этого Вы можете убедиться Что то, что было под ним Вы все видите Она должна быть обязательно приклеена На что-то очень светлое В отличие от карты декупажной Которую можно приклеить На немножко более темную поверхность Работа с салфеткой В основном это вырезание Или вырывание этого слоя Если клеить, например, фон белый И у вас белое изображение Вокруг картинки Здесь зайчики Каждый отдельно приклеен Вы этого не рассмотрите Поскольку просто не видно Слился фон Обрывались кусочки Маленькие Приклеивались Это очень удобно При работе с салфеткой Нужно здесь вот убедиться К примеру Здесь обрезан просто край Вот его видно То, что морковка сверху приклеена Не видно ее краешек совершенно И если вы работаете С декупажной картой То все-таки Можно на немножко Более темную поверхность Приклеить Ну и выбор, конечно Декупажных карт Настолько сейчас велик Что можете выбрать Абсолютно все Что вам захочется Не только по той тематике Которая более скудно Представлена для салфеток Это основные материалы Которые вам потребуются Для декупажа Хотя расширять их можно Достаточно широко К примеру Все тоже панно На котором использовано Кракелюр Однокомпонентный Объемные структурные пасты Либо вот этот вечный календарь На котором также использованы Пасты для затирки Металлизированные А также Спреи для микс-медиа Которые дают Вот такой вот интересный Розбрызг Это все можно увеличить Количество до бесконечности Основная масса материалов Была представлена сегодня здесь Можете для себя сделать Минимальный комплект А наши продавцы-консультанты В арт-бутике Ализерин вам Всегда помогут В этом выборе Всего хорошего И удачного творчества Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому